И об этом нам говорят. Смотрите, как интересно получилось. Чуть позже в этом месте появится легкое. И смотрите, как интересно получается. Сделать так, чтобы они смотрелись красиво, монолитно со стеной. Посмотрите, какое уютное место получилось. Вообще, задача была такая, чтобы фасады совпадались. И в этом ролике я вам покажу, что у нас получилось. Друзья, всем привет! Сегодня у нас жилой комплекс 1147 на метро Алексеевская. Квартира площадью 66 квадратных метров. Работы велись по дизайн-проекту. И в этом ролике я вам покажу, что у нас получилось. В этом дизайне есть нотки американской классики. И об этом нам говорят молдинги на стенах. На нашем канале очень много роликов по стилю американская классика. Молдинги – это отдельная история, отдельное искусство. Сделать так, чтобы они смотрелись красиво, монолитно со стеной. Были ровно подрезаны. Не трескались и смотрелись достойно на долгие годы. Мы немножко поиграли с планировкой. И посмотрите, как интересно получилось. То есть есть спальня с окном. Есть детская комната с окном. Есть гостиная тоже с доступом к окну. Она совмещена с кухней и с коридором. Чуть позже в этом месте появится легкая перегородка, которая будет разделять коридор и гостиную зону. Вот в этом месте будет стоять обеденный стол. Для этого даже сделали несколько точечных светильников, для того, чтобы они освещали поверхность, на которой будет лежать еда. Кухня. Посмотрите, какое уютное место получилось. То есть это имеет квадратную форму. Кухня у нас на две стороны. Огромная площадка для того, чтобы что-то приготовить. Раковина, варочная плита. Вообще задача была такая, чтобы фасады совпадали с плиткой, которая на полу, а столешница совпадала с ламинатом. Сейчас мы находимся в хозяйской спальне. Здесь у нас будет располагаться кровать. И смотрите, как интересно получается. Сзади меня панель из МДФ, сделанная под дерево. Слева и справа у нас короба из гипсокартона. И есть небольшое расстояние между коробом и панелью МДФ. Там мы проложили светодиодную подсветку. И вечером смотрится просто фантастически. Телевизионная зона сделана симметрично изголовью, из такого же материала. Также выделена. Слева и справа также имеется светодиодная подсветка, но уже без коробов из гипсокартона. На этой квартире нам заказчик сказал, что не хочет никаких подоконников, ни пластиковых, ни из керамагонита, ни из искусственного камня. Сказал, сделайте мне просто под покраску. Вот, пожалуйста, у нас откос по всему периметру просто сделан под покраску. Посмотрим это решение, как оно будет в процессе эксплуатации. Получим обратную связь. И уже, возможно, будем применять на всех наших объектах. Смотрите, как интересно получается с дверью скрытого монтажа. Можно лицевую, либо обратную сторону сделать из зеркала. И поэтому, прежде чем выйти из квартиры, вы можете посмотреть на себя, как вы выглядите, и уже продолжить свой маршрут. Трубчатый радиатор. Прекрасное решение, если у вас нет возможности установить скрытый конвектор. Здесь у нас толщина стяжки 6-7 см. Поэтому единственным правильным решением это было трубчатый радиатор, который крепится на стену. Смотрится отлично и прекрасно вписывается в интерьер этой квартиры. Очень много пространства в этой квартире, где получилось смонтировать встроенную мебель. И смотрите, нет ручек, которых вы будете задевать в момент прохода мимо этой мебели. Просто одним легким нажатием вы открываете дверцу. И так же со всеми остальными. Вот, пожалуйста. Отличный вариант для того, чтобы использовать мебель без ручек. Не люблю обои, но вот в детской комнате наш заказчик прекрасно подобрал именно то, что отлично гармонирует с общей концепцией детской комнаты. Здесь есть и оленята, есть и цвета, деревья. Его даже сова сверху сидит. Заказчик пожелал сделать конструкцию в виде домика. Мы ее сделали из гипсокартона, отшпаклевали и покрасили. Чуть позже эта конструкция обрастет декоративными элементами и будет полноценно напоминать маленький детский домик. Двери у нас в проекте скрытого монтажа, сделаны под покраску. Обычно двери берут 2,30-2,40, но в данном случае заказчик пожелал высоту стандартную, 2 метра. При этом это все гармонично и стильно смотрится, поэтому 2 метра это тоже решение для скрытых дверей. На полу у нас ламинат 33 класса. Обязательно берите с вазкой. Вот посмотрите сейчас на пол, смотрится как будто это инженерная доска, хотя это обычный классический ламинат. Потолок у нас во всей квартире сделан из гипсокартона, в несколько уровней. И чтобы увязать несколько помещений, мы сделали нишу, которая идет из гостиной на кухню, в которой мы расположили светодиодную подсветку. Это отличное решение и придает атмосферу данному проекту. Самая пушка в этом проекте это ванная. Здесь у нас разместилась система инсталляции, подвесная тумба с раковиной, огромная душевая, шкаф, электрический полотенцесушитель и ниши для полок. Смотрите, какое интересное решение. Мы сейчас находимся в зоне душевой и у нас сделан небольшой перепад между керамогранитом, в который мы интегрировали профиль для светодиодной ленты. То есть при помощи выключателя вы можете включать и выключать освещение. И когда вы моетесь, можно не использовать основное освещение, а пользоваться только вот этим вспомогательным. Посмотрите, как отлично интегрирована столешница с мебелью. Мебель у нас под цвет дерева, который отлично сочетается с белыми оттенками керамогранита, который у нас уложен на стены. И столешница, которая отлично сочетается с белыми оттенками керамогранита. Огромное зеркало с подсветкой. Это успех на 90%. Вот в данном проекте, посмотрите, максимально взяли ширину от мебели до перегородки. Оставили по нескольких сантиметров. Зеркало с подсветкой. Очень удобно, практично, красиво. Вот такой ремонт получился в квартире площадью 66 квадратных метров. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok